Привет, друзья! Вы на канале Прошу к столу. Мы продолжаем наше гастрономическое путешествие. И сегодня мы с вами в Австрии. Мощь Альпийских гор и, конечно же, Апфельштрудель. Сегодня мы приготовим знаменитый венский яблочный штрудель. Друзья, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить гастрономическое путешествие по всему миру с каналом Прошу к столу. Сначала просеиваю муку, чтобы она напиталась кислородом. Добавляем немного соли. Делаю маленькую лунку и вбиваю яйцо. Теперь добавляем теплую воду и оливковое масло. Можно, конечно, и подсолнечное, но с оливковым маслом тесто будет эластичнее и вкуснее. Ну все, друзья, теперь замешиваем тесто. Я надела перчатки, потому что в них удобнее это делать. Руки остаются чистыми, а тесто меньше прилипает. С перчаток тесто очень хорошо отходит. Начинаем замешивать. Просто нужно все хорошо перемешать и вымесить тесто. Уйдет на это примерно минут 5-7. Вообще история Штруделя уходит аж в 1450 год. И начали эту историю турецкие кондитеры. В Вене впервые про Штрудель услышали и увидели записи. Были спустя 200 лет. Неизвестный кондитер оставил первую запись в поваренной книге. И с этих пор вот началась, скажем так, история Венского Штруделя. Вот посмотрите, какое мягкое тесто. Его очень легко замешивать. Действительно, все очень просто. Теперь я, наверное, его положу на стол. Здесь будет гораздо легче сделать его красивым, эластичным и однородным. Ну вот, посмотрите, действительно, насколько удобно работать в перчатках. Тесто не прилипает и очень удобно вымешивать. А потом просто перчатки снял и выбросил. Ну вот, тесто готово. Посмотрите, какое оно мягкое, эластичное. Я разделю его пополам. Делаю таких два шарика. Обмазываю тесто маслом. И в пакет. И обязательно ставим его в холодильник на полчаса. Пока тесто в холодильнике, подготавливаю начинку для штруделя. На сливочном масле обжариваю панировочные сухари до золотистого цвета. Теперь порежем яблочки. Вот такие красивые, зеленые, кисло-сладкие. Австрийцы обычно, когда готовят штрудель, яблоки не чистят. Режем кубиком прямо вместе со шкуркой. Косточки, конечно, я уберу. Яблочки порезала. Теперь натираем лимончик. Нам нужна цедра. Конечно, как всегда, натираем только желтенькую кожицу, чтобы лимон не горчил. Он придаст такой нежный цитрусовый аромат. Теперь выживаем сок лимона. Теперь высыпаем наши поджаренные сухарики. Такие красивые, румяные. Тростниковый сахар. Конечно, можно заменить на белый, но Австрия, конечно, использует тростниковый сахар. Теперь изюм. Его надо на 12 часов замочить в роме. Вообще, можно, конечно, и делать без изюма, потому что в разных кафе подают этот штрудель и без изюма. Здесь, как говорится, дело вкуса. И вот у нас получился такой пьяный изюм. Добавляем его к яблокам. И теперь, конечно же, корица. Как же яблоки без корицы? Примерно где-то ложка-полторы. И все хорошо, теперь перемешаем. Такая необычная получается начинка. Пьяный изюм, яблоки, корица. А аромат-то какой стоит. Как жалко, что вы через камеру не можете это почувствовать. Но я думаю, что вы уже в предвкушении. Все приготовите к выходным такое лакомство для своих близких. Конечно, можно тесто растягивать руками, как профессионалы. А можно сделать проще. Как говорится, ход конем. На стол наливаем масло. И распределяем масло по столу. Достаем тесто из пакетика. Вот такое оно мягкое, нежное. Оно уже, в общем-то, самой растягивается. Надо ему просто немножко помочь. И при помощи скалки растянем тесто прямо на столе. Ну вот, посмотрите, оно уже здесь прямо тоненькое-тоненькое. Если краешки немножко остались толстыми, то их можно прямо вот так вот растянуть руками. Посмотрите, какое оно воздушное. Ну, красота. И все очень просто. Вот этот вот лишний край можно обрезать. Здесь вот, где остается такая толстенькая. Вот там и отрезаем. Вот и все. Боковые краешки мы оставим для того, чтобы было удобно заворачивать начинку. Ну что, теперь выкладываем начинку. Выкладываем начинку на тесто. Прижимаем ее, чтобы начинка была плотной. И тогда при запекании штрудель останется более высоким и не даст усадку. Начинку так немножко выравниваю, чтобы было удобнее закрывать. Края оставляем свободными. Потому что они нам понадобятся для того, чтобы потом завязать краешек. И аккуратненько поднимаем тесто. И накрываем. С таким тестом работать одно удовольствие. Настолько эластичное и податливое. И вот потихонечку теперь переворачиваем. Друзья, конечно, можно купить слоеное или фило тесто. И, как говорится, возиться не надо. Но разве можно сравнить готовое тесто с тем, что вы приготовите сами. Что тут готовить? Ладошка муки, вода и яйцо. А сколько души будет вложено в тесто? Рекомендую приготовить тесто самим. И сделать просто. И хранить его можно сутки в холодильнике. Ах, какое же тесто получается! Нежное и вкусное. И с магазинным не сравнится. Оставляем краешек. И смазываем край растопленным сливочным маслом. И закрываем. Теперь закручиваем краешки. И лишнее тесто убираем. Ну вот, такой красивый получился штрудель. Сейчас мы переложим его на противень. Друзья, как просто растянуть тесто на голом столе при помощи масла и скалки, я вам показала. А сейчас хочется все-таки попробовать растянуть тесто так, как именно делают австрийские профессионалы. Для этого нужна ткань. Хлопчатобумажная или льняная. Немножко подпыляем ее мукой. Берем тесто. И тесто тоже нужно немножко обвалять в муке. Начнем тесто раскатывать при помощи скалки. Серединку оставляем плотной, толстенькой. Раскатываем только краешки. Ну вот, немножко раскатала. Теперь мукой посыпаю кулачки. И будем растягивать тесто на кулачках. Начинаем с серединки. И потихонечку растягиваем тесто к краю. В общем-то, вот оно под своим весом. И краешек тоже хорошо растягивается. Тесто довольно эластичное, мягкое. Удобно с ним работать. Вообще, в былые времена, когда жених ехал свататься к невесте, главным правилом было, чтобы невеста умела печь такой штруди. Вот мы сегодня и проверим мою профпригодность. Ну вот, посмотрите, как оно растягивается. Очень хорошо. Тесто мягкое, работать с ним удобно. Ну вот, смотрите, хоть я и не австрийский профессионал, но у меня тоже получается. Если начинает прилипать, то просто возьмите на руки немного муки и растягивайте тесто. Посмотрите, как простыночка. Тоненькая, мягкая. Даже скатерть просвечивается. И я думаю, что прочитать через него тоже можно. Там, где остался толстый краешек, мы просто его срезаем и все. Бока срезать не буду, потому что они нам нужны для того, чтобы было бы удобно заворачивать начинку, а потом мы его просто все равно уберем. Это все. Накладываем начинку. Утрамбуем немножко начинку. Придадим, скажем так, форму. Краешек должен остаться пустым. Все, закрываем рулет. Теперь закрываю начинку тестом. И дальше при помощи ткани заворачиваем штрудель, как австрийские профессионалы. Вот так, легко и просто. Мы тоже можем справиться. Друзья, а какой вам вариант растяжки теста больше по душе? Жду от вас комментариев. И как мы делали с первым штруделем, промазываем растопленным сливочным маслом край теста. И закрываем штрудель при помощи ткани. Вот такой вариант работы с тестом при помощи ткани тоже очень удобен. И как же здорово, что есть разные варианты растяжки теста. Остается выбрать и сделать. И закрываем. Закручиваем краешки. И лишнее тесто убираем. Ну вот. А теперь я покажу, что дальше делают с тестом австрийские кулинары. Ну и вот при помощи ткани очень легко перенести штрудель на пергамент. Перед запеканием штрудель обязательно надо смазать обильно сливочным маслом. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Штрудель в духовке. А мы быстро готовим ванильный соус. Молоко и сливки в сотейник. И на плиту. Надо довести до кипения. Теперь берем еще одну кастрюльку. Обязательно с толстым дном. И высыпаем в нее сахар. Обязательно добавляем ванильный сахар. Желтки и немного соли. Хорошо взбиваем все венчиком. До образования однородной и светлой массы. Ставим кастрюлю с яичной массой на средний огонь. И потихоньку, обязательно помешивая венчиком, вливаем горячее молоко со сливками. И на среднем огне доводим до кипения и снимаем. Соус готов. А вот и наш яблочный штрудель. Румяный и ароматный. Красота, да и только. Обязательно надо дать время остыть. Минут 20. Посыпаем сахарной пудрой. И отрезаем кусочек. Тесто тонкое, нежное и хрустящее. Как же хочется, чтобы вы почувствовали этот аромат. Посмотрите, какая красивая начинка. Друзья, обязательно делаем красивую подачу, как в Австрии, для дорогого гостя. На блюдо наливаем ванильный соус и кладем кусочек яблочного штруделя. Украшаем блюдо свежими ягодами и листочками мяты. Друзья, напишите, пожалуйста, а кто-то из вас уже готовил австрийский яблочный штрудель? И не забывайте делиться с друзьями нашими видеорецептами. Ну что, друзья, давайте скорее пробовать эти бесподобные ароматы ванили. Я уже еле дождалась. Скорее же попробовать, что здесь получилось. Корица, яблоки, аромат бесподобный. Очень вкусно. Очень. Мне хочется сказать, выключайте камеру, я буду кушать. Ребята, это просто... Ну, я не знаю, вы знаете, сказать, что это вкусно, это ничего не скажет. Мне просто нет слов. Я так рада с собой, что у меня это все так получилось здорово. У меня получилось это тесто. Это так вкусно, у меня такое чувство, что я побывала в Вене, и я кушаю настоящий яблочный штрудель. Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте гастрономическое путешествие. Прошу к столу, и приятного вам аппетита! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok